ПОСТМОДЕРНИЗМ Данный спектакль, был сделан, поставлен за счет только актерской игры, как там делается на читках, например, два стула, или там максимум декораций, полностью инсталляция магазина, это было бы слишком прямо, слишком лобово. И зрителю было бы неинтересно, не было бы того эффекта. А когда включается пластик, наверное, один из самых условных жанров, у зрителя становится более объемное мышление, более яркие образы, более метафоричные. То есть нам хотелось создать многогранность данного образа, действительно рабство в современном мире в 21 веке. Камерная сцена малого зала, минимум декораций и всего два актера. Режиссеру постановки Эдуарду Шахову удалось передать атмосферу непримечательного ларька со всеми ужасами внутри. Спектаклем работала молодая команда. Рабонюк Орлыгаш сыграла юная актриса Диляра Ибатулина, с успехом показав не жертву, а упрямое существо. Для меня это было, наверное, непривычно. Да, в этом спектакле не столько физически было сложно, сколько морально, душевно было сложнее, наверное, воплотить эту роль. Режиссеру спектакля удалось уйти от однозначности и выразить всю глубину характера персонажей. Здесь Зияш, хозяйка магазина, не просто садистка, оправдывающая свою жестокость религиозными целями, а оторвавшийся от корней и культуры человек, сломленный миром. Действительно тяжело было создать этот образ, когда еще этот образ не совпадает твоей душой, твоими мыслями и вообще, как ты относишься к окружающему миру. Мне даже бывало так, кричали со сцены во время спектакля, мазохистка, садистка, зачем ты так? Но я, наоборот, не обижалась, так как, значит, я что-то донесла зрителю, значит, я могла передать свой образ, и чтобы люди, смотря на этот спектакль, воспитали себя, вообще задумывались. Спектакль завершился гимн явлению рабства, заставляя задуматься, а может и мы давно отдали себя в рабство 21 века. Анастасия Иванова, Дмитрий Мазалевский, Ленар Довлетиаров, Универньюс.